Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть тему о самых распространенных мифах, существующих сегодня, порожденных фитнес-бизнес-индустрией. В тренинге, в питании. А мифов этих очень много. Эти мифы забивают головы людям, людям, которые хотят получать прогресс. Из-за этого мы с вами не видим прогресса, когда прислушиваемся к нелепым мифам. Сегодня вкратце затронем все, которые темы я вспомню. Вы знаете, на все эти темы у меня есть отдельные статьи и видеоуроки. А сейчас немножечко приглушите звук, потому что пойдет заставка, а мой конвертер не позволяет мне регулировать уровень громкости на протяжении всего видео. Но, надеюсь, скоро у меня появится время освоить новый конвертер для того, чтобы снимать более качественные ролики, для того, чтобы вам было более комфортно их слушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также часто приходится слышать, что медленные мышечные волокна – это тренинг исключительно для химиков. Это неправда. Конечно, химикам это приносит пользу, но это принесет огромную пользу и натуралам. Нужно понимать, как, когда и для чего это использовать. И поверьте мне, мои ученики, и я лично сам, как стал применять подобный тренинг, увеличились в размерах. Это видно невооруженным глазом. Я всем настоятельно рекомендую тренинг свой периодизировать. А тренинг на мышечные волокна медленные, быстрые. А правильнее и лучше все-таки нам, культуристам, подразделять по другой классификации на окислительные, гликолитические и промежуточные. Чередуя тренинг на все типы мышечных волокон, вы будете развиваться всесторонне. Кстати, тренинг окислительных мышечных волокон и тренинг на то, чтобы гликолитические мышечные волокна тоже становились окислительными, а такое возможно. Это и есть тренинг на выносливость. Сколько бы вы ни бегали, бег не принесет вам выносливости. Бег только приносит вред, убивая коленные суставы. Я живу в Америке. В Америке бегают практически все. Утром, днем, вечером. И откройте статистику, посмотрите, какая операция в Америке на первом месте. И сделайте свои выводы. Если хотите натренировать максимально возможную выносливость, это можно сделать для любого человека всего за два месяца. У меня есть видео о том, как грамотно и правильно вырабатывать в себе выносливость. Изучите его. Следующий миф, который практикует практически 99% персональных тренеров, это то, что кардио-тренинг, это лучший тренинг для похудения. Возможно это и так, но худеть вы будете от классического кардио, особенно если вы до этого никогда не тренировались, исключительно за счет мышечной массы. А это очень негативно скажется на похудении именно жировыми запасами. Для того, чтобы грамотно избавляться от жира, похудение, когда мы с вами говорим, мы подразумеваем все-таки избавление от жировой ненужной массы, которая вредит нашему здоровью, мешает нам жить полноценно. Это силовой тренинг. Лучше всего для того, чтобы худеть, подходит силовой тренинг. Не забывайте, что худеем мы с вами вечером, ночью точнее, когда ложимся спать, если не едим на ночь. Да, потому что если вы поедите непосредственно перед сном, практически не важно что, то гормон роста не выбросится. А гормон роста это то, что пережигает ночью жир и то, что, кстати, увеличивает мышечную массу. Поэтому всегда слушайте свой разум, развивайтесь, самообразовывайтесь. И любой человек, у которого есть хоть немножко серого вещества, понимает, что силовой тренинг гораздо лучше кардиоклассического. Почему? Потому что силовой тренинг заряжает вас на столько энергии, и после силового тренинга вы продолжаете находиться в состоянии ускоренного метаболизма еще как минимум 12 часов. Ускоряется метаболизм от классического кардио только в момент выполнения самого кардио. Многие спросят, почему же тогда все профи, бодибилдеры, сидят на классическом кардио. Ответ прост, потому что их мышцы защищены анаборическими андрогенными стероидами и другими гормонами, о которых многие из вас даже не слышали. Если вы не используете никакую фармакологию и не тренируетесь с отягощениями, будете налегать на классическое кардио, вы будете терять мышечную массу преимущественно. Ни о каком процессе жиросжигания не может идти и речи. Конечно, жир будет уходить, но это не то, к чему мы с вами стремимся. И не забывайте, что классическое кардио угнетает центральную нервную систему, понижает иммунную систему. Нужны вам такие проблемы? Я думаю, что не нужны. А что еще советуют чаще всего человеку, который пришел в тренажерный зал с излишним весом? Встать на беговую дорожку и бегать. Бегать вообще вредно, я уже говорил об этом выше. А бегать по беговой дорожке еще вреднее. Поэтому сами думайте, что можно сказать о людях, которые показывают вам различные соревнования по выбеганиям, забеганиям на максимальной скорости, с максимальным уклоном на беговой дорожке. Ничего разумного в этом нет. Это глупость, это несет вред массы. Если хотите соревноваться, делайте лучше гиперэкстензии, кто больше сделает. Соревнуйтесь в том, у кого в зале вообще есть тренажер для гиперэкстензии. Вот это грамотно, это полезно. Следующее. Вам советуют делать кардио в дни силового тренинга, сразу после силового тренинга. Это тоже неправильно. Объясняю почему. Помимо всего того, что происходит в нашем организме, мы с вами должны изменить отношение инсулина к нашим мышечным и жировым клеткам. Кто не знает, инсулин это самый мощный анаболический гормон, который питает клетки. А от того, как мы себя ведем и как мы себя питаем, инсулин питает либо мышечные, либо жировые клетки. Так вот, те, кто тренируется, соединяя два вида нагрузки в один день, как раз таки понижает чувствительность инсулина в мышечных клетках. Это неправильно. Это не то, что нам нужно. Вот почему я советую разделять кардио тренинг и силовой тренинг на разные дни. Да, когда я говорю о кардио тренинге, я говорю о интервальном кардио, которое не должно длиться больше 20 минут. У меня есть и статьи, и видео о интервальном кардио. Советую вам настоятельно с этим ознакомиться, если вы хотите грамотно тренироваться, избавляться от жира, а не от мышечной массы. И настоятельно рекомендую изучить мою статью «Инсулин», в которой я рассказываю, как тренироваться и как питаться, чем, когда, поскольку. Именно для того, чтобы повысить чувствительность инсулина в мышечных клетках и понизить его в жировых. «Инсулин» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА